МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговая программа недели. В ближайший час поговорим о главных событиях, прошедшей семидневке. Забавная сороконожка. В детстве такая игрушка была у многих. Но мало кто знает, что сделана она была на предприятии оборонной промышленности. Самое засекреченное предприятие области отметила день рождения. Заводу Тайфун исполнилось 42 года. Спайс-наркотик. Формула бессильна. Новые поправки в законе, как оружие против синтетических веществ. Доллар растет, а вместе с ним и цены на отечественные продукты. В чем связь и где справедливость? Вопрос, что появилось раньше, яйцо или курица, до сих пор остается без ответа. Однако то, что куры как настоящие, так и будущие, теперь обходятся дороже, это факт. Спорт объединяет. В Калуге поддержали национальный праздник Лыжня России. Погода замечательная. Я думаю, что наконец-то мы удачно дождались снега, чтобы можно было провести и нам мероприятие Лыжня России, поучаствовать. Любовь всегда побеждает. Мне кажется, больше для ребенка лучше тут воспитываться. Историей молодой пары из Смоленска позавидовал бы сам Шекспир. Смена власти на Украине – это наших рук дело. Барак Обама в начале недели фактически признал, что США имеют непосредственное отношение к украинскому госперевороту. «Мы выступили посредником в переходе власти на Украине», сказал он журналистам СНН. Обама исключил возможность прямой конфрактации с Россией. Он отметил, что у Соединенных Штатов есть ограничения военного вмешательства, учитывая размер российской армии и то, что Украина не входит в НАТО. Тем, кто предлагает нам сделать больше, я бы ответил, мы можем добиваться, чтобы Россия несла все больше убытки. Именно этим мы занимаемся. Мы можем оказывать дипломатическое давление на Москву. Не думаю, что реальный военный конфликт между США и Россией станет мудрым решением для Америки или всего мира, отметил американский президент. А хотят ли русские войны, узнаем в интервью у Калужан. Я думаю, что может в том случае, если первое начнет США. Боюсь этого. Боюсь. Они прут все на нас, все на Россию. Вот это опасно. Они уже настроены на войну. Они никак не могут успокоиться, что Россия самостоятельная, довольно-таки сильная, мощная государство. Это им не хочется. Они хотят иметь лидерство. Поэтому никак они не могут все это успокоиться. Все может быть. Я думаю, они не осмелятся на нас напасть. Побоятся. Все-таки мы сильная страна. Это ужасно. Не хотелось бы, конечно. Страшно сейчас на Донбассе, что творится. Поэтому не хочется совсем. Позиция россиян очевидна. Никто не хочет военных конфликтов. Любые проблемы надо решать путем цивилизованного диалога. Все с нетерпением ждут результатов визита лидеров Франции и Германии в Россию. Стороны обсуждали новый план мирного урегулирования, предложенный Парижем и Берлином, скорректированный с учетом поправок Москвы и Киева. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу заявила, что Европа от Владивостока до Лиссабона зависит от решения конфликта и призвала разрешить украинский кризис политическим путем. Об опасности военной конфрактации высказался и президент Франции Франсуа Алан. Конкретных итогов встреч озвучено не было, но мировые СМИ полагают, что они позитивны и видят в ней победу Путина. Спецслужбы Германии заявили, что с начала конфликта на Украине погибли 50 тысяч человек. Цифры, которые заметно отличаются от озвученных Киевом, опубликовала одна из немецких газет. При этом в статье отмечается, что официально данная информация не подтверждена. Президент Украины оценил потери в 10 раз скромнее. В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко заявил, что в военном конфликте погибли всего 1200 украинских солдат и 5400 мирных жителей. России необходимо преодолеть давление внешних факторов на экономику. По мнению президента страны, ресурсы для этого следует искать в регионах. В нашей области уже работают над срочным планом оптимизации расходов в новых условиях. Его цель – социальное благополучие населения, отраслевые министерства будут контролировать цены на продукты. Кроме того, власти будут немедленно реагировать на малейшие притеснения малого бизнеса. Также среди главных задач на 2015-е – удвоение объемов строительства жилья, реконструкции дорог, поддержка талантливой молодежи и создание новых рабочих мест. Население ни в коем случае на себе не должно ощутить никаких негативных влияний с точки зрения реализации тех социальных программ, которые утверждены в регионах и региональными бюджетами. Мы, вероятно, должны будем ужаться в каких-то расходах, должны будем предпринять дополнительные меры по мобилизации доходов, но ни в коем случае это не должно коснуться тех социальных обязательств, которые были приняты. За продуктивную работу без лишних жалоб, а также готовность пойти навстречу населению себе в убыток, Калужский регион был отмечен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игрим Шуваловым в программе «Воскресный вечер» Владимиром Соловьевым. Когда люди, например, особенно с левого фланга говорят, ну вот смотрите, есть огромные вот эти вот запасы золотовалютные, и что правительство ничего не делает, и вот где эта промышленность? Слушайте, вы поезжайте просто в один регион, в Калужскую область, спросите, сколько и на каких условиях, как эта промышленность там возрождалась и появлялась. Это был сложный регион, потому что там был оборонно-промышленный комплекс, и после развала Советского Союза промышленные предприятия были в плохом состоянии. Людям не выплачивали заработную плату, не было заказов и так далее. А. Возрожден оборонно-промышленный комплекс, и существует большой гособоронный заказ. Но это не только в Калужской области, это вообще в стране. Я просто взял пример. Посмотрите, как загружены предприятия. И они сейчас все заполнены или обеспечены заказом для того, чтобы создавать новую продукцию. Это высокотехнологичная, хорошая продукция. Дальше. То, что не связано с оборонным комплексом. В Калуге свыше 90 крупных предприятий за эти годы возникло. Нет ни нефти, ни газа. 42 года без остановки. От ламп и дверных ручек до ракетных комплексов. Калужский завод «Тайфун» отметил день рождения с размахом, который больше присущ юбилейным торжествам. На предприятии открылся музей истории завода оборонной промышленности, обновилась доска почета, заработал учебный центр и даже прошел чемпионат по футболу. На самом засекреченном предприятии области побывала Ольга Золотина. Раритеты, громкие достижения – то, что вообще желательно оставлять за кадром. Открытие музея, собрание посвященных и вечер воспоминаний бывалых конструкторов. Сегодня компьютеры уже работают, а мы когда-то рисовали все чертежи, рисунки, схемы, эскизы. Все на этом Ольмане. Детально снимать нельзя, смотреть можно. Особенно тем, кто собирается работать на предприятии. Сюда сразу после отдела кадров направляют новичков. Одна комната, чтобы составить представление обо всем заводе. Здесь более емко человек представляет, с чего мы начинали и чем мы закончили. Когда он бывает на заводе, по времени не получается. На завод, то есть в музей он прибывает, он принимает, куда он попал, с чего завод начинал, какой промежуток времени у нас был застоя, что мы здесь сделали. Не работали, а попросту говоря, выживали. Забавная сороконожка. В детстве такая игрушка была у многих. Но мало кто знает, что сделана она была на предприятии оборонной промышленности. В сложные 90-е заводом был сделан упор на выпуск товаров народного потребления. Бытовые изобретения помогали заводу во время перестройки оставаться на плаву. Лампы, тележки, дверные ручки. И самый близкий всего этого к военной теме – топор. Правда, и тот выпускали для мирных целей. На самом деле это очень ценный экспонат, потому что практически у каждого заводчанина он есть на кухне. Но отдавать его никто не хотел. Это вечный топор, можно вечно работать. В этом ценность этого товара действительно народный товар. От вечного к прогрессивному предприятию сделан новый скачок в 21 веке. О заводе снова заговорили, как о пионере оборонной промышленности. И хотя в Европе по-прежнему пользуются спросом спортивный инвентарь каурского производителя, акцент компании делает на береговые ракетные комплексы и радиолокационные станции. Их тоже поставляют странам-партнерам. Но главное – они стоят на защите границ России. Тех, кто паяет щит страны, регулярно поощряют. Доску почета ежегодно украшают портретами лучших рабочих и инженеров. В рядах тех и других успел побывать Денис Купцов. Еще студентом Бауманки устроился слесарем до роста начальника конструкторского бюро. Наверное, как все дети, занимался в войнушке, машинке. Такое связано было всем. Но, скажем, специальность не больше такая военная, больше именно конструкторская разработка, программирование, новые конструкции, связанные с этим. То есть здесь как бы прерогатива еще с института пошла. То есть нравилось разрабатывать что-то новое. Профессиональный рост обеспечивают сотрудникам по максимуму. При отделе кадров открыли учебный центр. Там проводят курсы целевого назначения, знакомят с законами по охране труда, расширяют кругозор и крушат языковой барьер. Для посещения выставок, для посещения конференций, то есть это разговорные базовые навыки должны быть у всех. Помимо всего прочего, это будут годичные истории, это будут годичные курсы. Каждый вторник, четверг, понедельник, среду. Наши работники будут проходить и целый год обучаться английскому языку. В качестве расслабляющих мероприятий творческие конкурсы и спортивные соревнования. В честь дня рождения завода прошел чемпионат по футболу на снегу. Несмотря на погоду и покрытие, атмосфера оставалась горячей на протяжении всей игры. Ольга Золотина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Россия чуть было не лишилась пригородного сообщения. Только в январе этого года вынужденно сошлись рельсов около 300 поездов. Поскольку частично их движения финансировали регионы, в Волгодонской, Псковской, Тульской областях нерентабельные электрички ликвидировали полностью. В Калужском регионе о жителях пригорода и дачниках позаботились. Массовых сокращений электричек не произошло. А два поезда на участках Калуга, Олексин и Фаянсовая-Дядькова, отменили Тульской и Брянской области. Правда, сейчас движения от станции Фаянсовая возобновили. Изменить политику РЖД заставил Владимир Путин. Он жестко раскритиковал Минтранс за массовую отмену электричек. Как посчитал коммерсант, в ближайшее время ведомство сможет восстановить 300 маршрутов, закрытых с начала этого года. 200 из них уже введены в график. А вот пассажирам воздушного транспорта придется раскошелиться. Авиакомпании собираются повысить тарифы из-за кризиса. Крупнейшие перевозчики России направили коллективное письмо вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу. В нем они попросят компенсировать возросшие ставки по кредитам и заморозить ставки сборов за навигацию. Авиакомпании предупреждают правительство, что они вынуждены будут поднять тарифы. Скорее всего, это приведет к сокращению объемов развития рынка примерно на 10-20%. Путешествия за границу все больше теряют смысл. Путевки дорогие, билеты на самолеты тоже. Масло в костер подливает и сотовые оператора, отказываясь снижать цены на роуминг. В декабре Федеральная антимонопольная служба порекомендовала снизить цены на зарубежное общение в 3-4 раза. Операторы, напротив, будут вынуждены увеличить стоимость зарубежных услуг. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на исследование агентства «Контент-ревью». Основные причины – девальвация рубля, снижение турпотока, а также понижение доходов европейских операторов от введения в ЕС единого пространства роуминга. Придется платить больше и за чистоту. По данным российской газеты, в ближайший месяц иностранные компании, которые производят в России косметику, предметы личной гигиены и бытовую химию, готовятся повысить цены. Речь идет о краске для волос, стиральных порошках, бритвенных станках, мыле, памперсах и средствах личной гигиены для женщин. Причина подорожания – в иностранных ингредиентах. Кроме того, значительная часть продукции – это чистый импорт, то есть к нам привозят уже готовый запечатанный товар. С начала года резко подорожала и бумага российского производства, причем сразу на 68%. Эксперты видят два выхода из ситуации – стабилизировать цены силами ФАС и переговорами с производителями. И второй вариант – увеличить компенсацию на закупки семьям. Что касается школьных тетрадей, то на них большого роста цен замечено не было. – Мы не можем повышать цены в такими же темпами, как и нам повышают сырье, потому что это невозможно. Мы не можем на себя взять такую ответственность и сразу поднять на 30-40%. Они будут расти потихоньку, постепенно. Относительно, скажем так, цен октября сейчас, наверное, подорожали процентов на 10. То есть сырье подорожало намного больше. – Рост цен ощущает на себе все – от школьников до пенсионеров. А разница особенно видна на выходы из продуктовых магазинов. Народный контроль продолжает следить за тем, чтобы она не была шокирующей. В рейд по малойрославецким ценникам с народными контролерами отправилась Олеся Утятникова. – Яйцев и биржей, молоко единорога. Именно так стали думать многие жители региона, сравнивая сумму в чеке и содержимое тележки с продуктами. Свой продовольственный шопинг пенсионерка Анна Сетнова совершает уже с меньшим энтузиазмом. Ситуацию с ценами она анализирует не хуже народных контролеров. – Вот яички, например, я брала, сколько там вот были они, 34 рубля, а сейчас уже они до 72 и 70. Рис также вот брала, гречка была, я покупала раньше, 17 рублей стоила с копейками. А сейчас она уже 54, 64 и дальше, и дальше, зависимо от сорта. Невиноватым и цены сами приходят. В сетевых магазинах уверяют, стоимость товаров главным образом зависит от производителей. Плюс расходы самих универмагов постоянно растут. – Повышение цен происходит не только по вине магазина. Как у нас была наценка в 2014 году, в 2015 она осталась точно такой же. Также происходит повышение на расходные материалы. Например, на чековую ленту произошло повышение цен на 40%. На 20% произошло повышение на бумагу. Это тоже расходные материалы, которые закладываются в расходные магазины. Подсолнечное масло по 90, сахар по 100 рублей за килограмм. Рост цен в универмагах-одиночках выше сетевых в разы. О визите народных контролеров они даже не догадывались, поэтому на ценниках самые свежие цифры. – Если сетевиков спасают закупки оптом, то рост цен в обычном универмаге неизбежен, констатирует руководство. Эти яйца, крупы и макароны прошли по рукам стольких посредников, что путешествие от производителя до прилавка дорого обходится не только покупателям, но и самим магазинам. – Вы знаете, сейчас на рынке командует доллар, евро, поэтому получается так, что поставщики постоянно поднимают цены. Мы и так маленькие накрутки стараемся делать, но как-то надо выживать, поэтому на что-то больше, на что-то меньше. Но в основном ценовую политику как-то стараемся пока держать. Надбавка на социально значимые товары не превышена, свежезавезенной санкционной продукции нет. На прилавках стало появляться больше товаров калужского производства. В Малой Ярославце народные контролеры обошли уже более 10 крупных магазинов. И по их оценке ценовая ситуация здесь не критическая. – Большой разницы средней по области мы не увидели. То есть, в принципе, магазины, может быть, подготовились, может быть, действительно все-таки отреагировали на все. И цены, в общем-то, в среднем по России одинаковые. Они стараются быть ближе к покупателям и придумывают различные акции. И для населения поход по магазинам все больше напоминает охоту. Где овощи дешевле, где крупа. Бездумно кидать в корзинку все подряд уже не получается. А пенсионерка Анна Сетнова и вовсе переживает. Как бы однажды не пришлось варить кашу из топора. Олеся Утятникова, Никита Богадов, Александр Седов, телекомпания НИКО-ТВ, Малый Ярославец. Одного уже не хватает. На днях креативное агентство Барнаула обратилось в Центробанк с просьбой ввести в оборот разработанную ими купюру достоинством в 2000 рублей. Городом-героем новые банкноты выбрали Владивосток. Отчасти благодаря известной песне группы «Мумитроль» Владивосток 2000. На купюре разработчики разместили золотой мост, герб Владивостока, вершину растральной колонны с парусником, маджур и вагонщик-фуникулер. Цены растут так быстро, что банкнота и действительно может пригодиться. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, но впереди у нас много важного и интересного. Спайс-наркотик. Формула бессильна. Новые поправки в законе, как оружие против синтетических веществ. Доллар растет, а вместе с ним и цены на отечественные продукты. В чем связь и где справедливость? Вопрос, что появилось раньше, яйцо или курица, до сих пор остается без ответа. Однако то, что куры как настоящие, так и будущие теперь обходятся дороже, это факт. Спорт объединяет. В Калуге поддержали национальный праздник «Лыжня России». Погода замечательная. Я думаю, что наконец-то мы удачно дождались снега, чтобы можно было провести и нам мероприятие «Лыжня России» поучаствовать. Любовь всегда побеждает. Мне кажется, больше и для ребенка лучше тут воспитываться. Историей молодой пары из Смоленска позавидовал бы сам Шекспир. Ну что ж, продолжим. Продукты должны быть вкусными, натуральными и доступными. Хорошо, если отечественного производства. Однако редкий потребитель задумывается о том, какова доля родных ингредиентов, например, в российском сыре. И как может измениться его себестоимость, если в производство вмешиваются импортные технологии. Лукавят ли продавцы, которые грешат на производителей завышающих цены. Весь путь отечественного продукта – от замеса до упаковки. Проследила моя коллега Ирина Сидорова. Товары от производителей всегда дешевле, а цены на них накручивают уже в магазинах, уверены многие покупатели. Однако сегодня человеческий фактор играет все меньшую роль в процессе ценообразования, уступая место и стабильности валютных курсов, и засилию импорта еще на этапе производства. Например, хлеб начинает дорожать еще до того, как для него замесили тесто. Всему виной стоимость зерна. Пропасть в 40% отделяет сегодняшние ценники от осени прошлого года, жалуются на Калужском хлебокомбинате. В этом году мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда, казалось бы, страна собрала самый большой урожай за последнее время, больше 100 миллионов тонн, но хлеб подорожал. Это связано с курсом валюты в нашей стране, с внутренними факторами. Очень сильно вырос доллар. Христианину стало интересно продавать подороже. Он продает за границу, тем самым оставляя внутренний рынок в страну практически без зерна. Масло в огонь подливают поставщики подсолнечного. Без видимых причин завышающие суммы в накладных на 20%. Дорожает вода. В итоге цены растут как на дрожжах, а дрожжи, кстати, тоже встречаются заморского происхождения. Здесь у нас хлеб отдыхает после разделки, после механической обработки. Наши тестовые заготовки набирают силу, приобретают объем, форму. То есть становятся очень даже красивыми. По технологии на хлебные СПА-процедуры уходят от 40 минут до 2 часов. За это время валютный курс успевает смениться, а сама булочка подорожать несколько раз. В этом году сдобная себестоимость изменилась на 15%. Из уважения к покупателям и в надежде на лучшее хлебокомбинат поднимет цены только на 10%. Работать себе в убыток пока единственный выход для российских хлебопеков. Ведь батоны и буханки, попадающие на прилавки наших магазинов, подконтрольны отечественному производителю лишь наполовину. Молочное производство напрямую зависит от поставщиков рогатых. На агроферму Оптина, например, работают свои – калужские буренки. Тем не менее, лучшая кормовая база, ветпрепараты и обслуживающее оборудование для них пока продается за границей. А значит, и здесь цены поползут вверх, отражаясь на стоимости уже производных – сметаны, сыра и творога. Закваска, изюм, укурага для йогуртов, шоколадная глазурь – всего этого вздыхают производители на российском рынке не найти. Это все завязано на импорт. И поэтому рост курса доллара и евро, соответственно, поднимает цены этих компонентов. Соответственно, в этих условиях мы тоже вынуждены поднимать цену. Это будет сейчас, в феврале, в объеме приблизительно 10-15% будут поднимать цену. Это вынужденная мера, и мы просим наших покупателей отместись к этому воспоминанию. Лишних выливаний требует даже упаковка. Производители и рады заворачивать в свое, но отечественный картон, признаются, протекает. А трехслойная пленка в молочных пакетах старого образца так или иначе не на всех уровнях состоит из наших материалов. Таким образом, и стакан российского молока скорее наполовину пуст, чем полон. Теперь и разводчики пернатых внимательно следят за колебаниями валютных курсов. Вопрос, что появилось раньше, яйцо или курица, до сих пор остается без ответа. Однако то, что куры как настоящие, так и будущие теперь обходятся дороже – это факт. На птицефабрике в Белоусова история начинается все же с яйца. Генетика в России давно отошла на второй план, поэтому инкубаторский материал привозят из-за границы. Чтобы выкормить сильную и здоровую птицу, снова требуется уже практически золотое зерно. Техника, которая способна создать для кур идеальный климат из Германии. Исключительно европейским также укомплектованы цеха убоя, переработки и производство мясных продуктов. Все запчасти, все ремонтные работы, они так или иначе привязаны к курсу, в данном случае у нас евро, так как у нас в основном немецкое оборудование. Если говорить об оборудовании и генетическом продукте, то в себестоимости это порядка 30-40%. Если добавить туда зерно, которое, как мы уже говорили, привязано к экспортным ценам, то все вместе выйдет процентов 70%. Потому что все остальное, наше отечественное, это стоимость энергоресурсов, электроэнергия, газ и заработная плата. Вот это наше родное. Не исключено, что некоторые владельцы сетевых магазинов действительно пытаются нагреть руки на сложной экономической ситуации. Однако, если даже самый честный продавец не положит в карман и лишние копейки, продукты все равно не перестанут дорожать. Ирина Сидорова, Андрей Бодрышев, Никита Богадов, Леонтий Ким, телекомпания НИКО-ТВ. В последнее время на горячую линию Федеральная антимонопольная служба поступила более тысячи обращений по поводу завышенных цен на продукты. Как передает Интерфакс, чаще всего сообщают о дорогих овощах и фруктах, сахаре, яйцах, молоке. А вот на подорожание гречки, напротив, жалоб стало меньше. Как отмечает в Минэкономразвитие, пик подорожания продуктов придется на март-апрель. Рост цен может достигнуть 17%. Своим прогнозом и версией происхождения цен с нами поделился начальник управления по отраслевому развитию Министерства сельского хозяйства Калужской области Геннадий Луценко. Торгово-экономическое противостояние Запада и России продолжается. Мы находимся в одной из крупных сетевых торговых точек в городе Калуге. Причем находится эта торговая точка недалеко от нашей телерадиокомпании. А все потому, что именно здесь это противостояние выражается в ярких ценниках. С начала декабря прошлого года цены на различные группы товаров увеличились от 15 до 35%. И бьет это по нашим кошелькам. И сегодня нам с вами предстоит выяснить, насколько эффективна будет модель импортозамещения, а также выигрывают ли товары отечественного производителя в сравнении с иностранными товарами, или они дорожают наравне. А также, будет ли эффективна модель прокурорских проверок, смогут ли они сдержать цены хотя бы на социально значимые товары. Все эти вопросы мы сегодня адресуем нашему эксперту, заместителю министра сельского хозяйства Геннадию Михайловичу Луценко. День добрый. Здравствуйте. Геннадий Михайлович, я смотрю, вы уже прицениваетесь к товарам калужского хлебокомбината. Как впечатление? Действительно, знакомые полки, хорошее наполнение. Беру хлеб здесь наш, калужский. Очень хорошо, что мы начали нашу беседу как раз с хлеба, потому что есть такая поговорка, хлеб всему голова. И здесь получается все неоднозначно. Ведь 60% всей цены на сельские товары формируются за счет котировок на зерно, как оказалось. Причем ситуация эта прослеживается ярко. И если растет цена на зерно, то растет цена сразу на птицу, растет цена на хлеб, растет цена на муку и на многие-многие-многие другие товары. Это правда или нет? Да, безусловно. Можем мы как-то контролировать этот процесс? Сами поставщики зерна говорят, что они стараются все-таки придерживаться экспортной цены. Как сдержать ее на необходимом уровне для нашей страны? Здесь есть различные меры государственного регулирования, в том числе и интервенционные закупки. Это когда излишки зерна закупаются государством. И при определенных условиях, если имеется дефицит на рынке, потом эти излишки продаются по определенной, заранее оговоренной цене. Так, чтобы не было резких скачков на рынке зерна, на рынке муки. На сегодняшний день эти все меры тоже прорабатываются и установлена нормальная адекватная цена на закупку зерна. И я думаю, вот этот ажиотаж, который был в конце прошлого года по реализации на экспорт, он сейчас спал. И в принципе стабильная ситуация на рынке зерна. То есть вот та ситуация, которая сегодня, она вот так стабилизировалась в плане производства муки, в плане производства хлебобулочных изделий. Безусловно, часть вот тех цен, увеличение цен, которые мы наблюдали, она связана не только с хлебобулочными изделиями, но вы правильно сказали. Это и фуражное зерно, оно тоже подорожало. И здесь как бы по цепочке пошло подорожание и мяса, и молока в том числе, потому что... Бакалеи, макаронные изделия, все это подвержено цене зерна. Да. Мы должны калужанам сейчас объяснить, почему дорожает наш отечественный продукт. Давайте отвечать вместе. Значит, смотрите. Для того, чтобы вырастить какую-то продукцию, надо посеять, посадить. То есть, семенные банки должны быть. Семена подорожали, да? Семена иностранные подорожали, так. Не обязательно иностранные, отечественные тоже. Но они смотрят на экспорт, тоже растет цена. Все это растет, да. Значит, техника. Отечественная техника, та, которая производится, например, в Ростове, да, Росельмаш. Большая часть комплектующих наша отечественная. Если там что-то они используют импортное, значит, тоже это подорожает. Все равно дорожает. Чуть-чуть дорожает, но это чуть-чуть, оно в рамках инфляционных процессов. То, что закупали раньше из-за границы, оно, конечно, сегодня стоит, ну, практически, там, в два раза дороже. Да? То есть, если кто-то решился купить импортную технику, он обязательно потом должен заложить эти свои издержки в конечный продукт. Естественно, цена вырастет. И вот в итоге сейчас мы вот калужанам прямо объясняем на простом примере. Для того, чтобы живая птица появилась у вас дома или, ну, для начала появится на прилавке, сначала привозят инкубаторское яйцо, да, инкубационное. Причем привозят его откуда, из-за границы. На сегодняшний день. Да, на сегодняшний день, да. Затем, когда выращивают курицу, получается, зависит, ну, само производство, вот, живой птицы, от цен на зерно, потому что кормят их зерном. Комбикормом. Опять же, медикаменты и антибиотики, которые, ну, контролируют здоровье этой птицы. Есть то, что производится в России, есть то, что закупается, безусловно, за границей. Но мы приходим к тому, что все-таки большая часть всего процесса зависит сейчас, на данный момент, от западных технологий, правильно? Не так, не так, не так. Поправьте меня. Пожалуйста, например, на сегодняшний день, да, вы сказали, по инкубационному яйцу мы там заводим. А если взять, например, племенной скот, ну, в частности, вот именно по Калужской области молочный, у нас сформировано стадо племенного скота, значит, который позволяет нашим калужанам без обращения к импорту обеспечить себя стадом, которое способно давать 10 тысяч литров молока в год. И вот в этом году, благодаря вот этой кропотливой работе, у нас средний надой по области превысил 5 тысяч на корову. То есть у нас более 35% всего стада – это племенное стадо. То есть по молочному животноводству мы, как бы, сами себя вполне, как сейчас говорят, импорта заместили. Аналогично по мясному скоту. За последние, например, 5 лет у нас стадо мясного поголовья выросло более чем в 10 раз. Если вот в 2008 году там насчитывалось племенных 2 тысячи, то сегодня у нас 24 тысячи голов. То есть мы тоже можем по мясному скотоводству полностью опираться уже на свои собственные силы. Ну вот вы, как бы, самую больную нашу точку ударили – это вот племенное яйцо, которое никогда в Калужской области этим мы не занимались. В принципе, не было такой, скажем, что ли, необходимости на один маленький регион целую вот такую вот фабрику. Но сейчас этот вопрос прорабатывается. И вот наш министр Леонид Сергеевич Громов специально вел переговоры по этому поводу, чтобы такое производство в Калужской области организовать. В любом случае, все эксперты говорят о том, что самое перспективное в ближайшие годы отрасль – это, конечно же, сельское хозяйство. В чем его сила? Те технологии современные, которые сегодня приходят к нам на производство, они позволяют делать продукт востребованный. Ну, скажем, Московская область, Москва с удовольствием берут то сырье, которое у нас сегодня производится. И губернатор правильно поставил вопрос, чтобы мы не просто сырье вывозили, а уже готовую продукцию. С этой целью будет разрабатываться и программа по дополнительным мощностям молочной переработки, поскольку это и налоги, которые остаются здесь, это рабочие места. То есть здесь перспективы сельского хозяйства, они такие оптимистичные. Вот нашумевшие проверки прокурорские по всей России, они говорят только по Калужской области, постоянно выявляют факты нарушения, где-то цены завышают. Но в целом общая тенденция, что цены, конечно же, растут только за счет того, что повышаются импортные комплектующие. Удастся ли за счет этих проверок или за счет какого-то государственного контроля остановить цены на социально значимые товары? Мы должны социально незащищенные слои населения подстраховывать, поддерживать в опережающем порядке, что мы и производим. То есть вот сейчас, вы знаете, пенсии увеличились, да? На один с половиной процентов. Да, да, да. То есть мы вот эти институционные процессы все компенсируем. Если возникает где-то по какому-то виду товара неадекватное увеличение цены, мы просим и всех граждан сообщать эту информацию к нам или в Министерство сельскохозяйства, или в Министерство конкурентной политики, или в ФАС. И по этим всем случаям будет проводиться соответствующая проверка. И последний вопрос. Мы говорим о том, что нужно поддерживать нашего отечественного производителя, хотя бы до года ему дать на развитие. Какие меры сейчас поддержки существуют, в частности, на нашей Калужской земле? Такие меры поддержки, они существуют по всем направлениям и промышленности, и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и в том числе по сельскому хозяйству. Это и федеральные меры поддержки, они предусмотрены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции. Более того, у нас в Калужской области действует программа, которую своей, как говорится, волей воплощает в жизнь губернатор наш. Это 100 роботизированных ферм. На эти цели выделяются дополнительные средства, которые помимо идут программы. И это, конечно, колоссальное подспорье нашим крестьянам. Аналогичным проектом поддерживаются и крупные предприятия, которые занимаются на промышленной основе производством молока. Здесь у нас поддержка практически доходит до 40% компенсации цены на то оборудование, новое современное оборудование, которое закупается для таких современных ферм. Плюс это гранты, это деньги, которые даются фермерам, начинающим фермерам, семейным фермам для того, чтобы развить или дать новый старт своему бизнесу. Это деньги, которые государство дает на закупку, скажем, скота молочного, мясного скота. Это деньги, которые люди могут потратить на закупку современной техники для оборудования фермы. То есть это безвозмездные деньги, которые человек берет, вкладывает в дело и за них отчитывается той продукцией, лишь бы только была продукция, которую он производит у себя в хозяйстве. Ну вот и в итоге наша беседа буквально тремя предложениями. Какие перспективы сельского хозяйства в Калужской области и достигли мы пика цен на продовольственные товары? Заложена прочная база под сельское хозяйство в Калужской области. На этой базе мы можем спокойно дальше развиваться. Это и увеличение производства зерна, и увеличение производства молока, и увеличение производства качественного мяса. Мы с каждым годом прирастаем. То, что касается цены. То, что сегодня в магазинах, это в принципе стабильная цена. По отдельным товарным позициям даже наблюдается снижение этой цены. Я думаю, до лета вот эти цены, они останутся неизменными, поскольку, почему до лета, летом уже будет понятно, какой будет урожай на следующий год. Значит, есть хорошие перспективы, потому что озимые хорошо перезимовали, и я думаю, что будет неплохой урожай зерновых. А это, как вы правильно сказали в самом начале, база сельского хозяйства. Спасибо, Агрона. Геннадий Михайлович Луценко, заместитель министра сельского хозяйства Кавышской области, сегодня отвечал на наши вопросы. Вернемся в студию. А вот российская молодежь, напротив, призывает цены повысить, но только на один конкретный 40-градусный продукт. Напомню, на прошлой неделе водка подешевела впервые за 6 лет. Минимальная розничная цена крепкого алкоголя снизилась с 220 рублей до 185 за пол-литра. Сделано это для того, чтобы люди покупали спиртное в магазинах, а не с рук. Но в Российском Союзе молодежи сомневаются в верности такого решения. Как мы знаем, с 1 февраля вступил в силу закон о снижении минимальной планки на 35 рублей. Мы боремся за то, чтобы молодежь меньше курила, больше занималась спортом, снижался уровень алкоголизма среди молодежи. Но подобные меры, они наоборот, не стимулируют молодежи к этому. Но понижение планки дает такую возможность для производства и внедрения в торговые сети контрафактной алкогольной продукции. Это верно. Алкоголь до добра не доводит, особенно за рулем. На дорогах региона то и дело ловят нетрезвых автолюбителей. В рамках последних массовых рейдов фигурное вождение и подозрительный запах выдали 30 пьяных водителей. В Калуге за спокойствием на дорогах следили 5 экипажей. Вместе с автоинспекторами в рейд отправилась и наша съемочная группа. Автоинспекция в засаде. На дороге затаилась подозрительная машина. Авто трогается с места и экипаж срывается в погоню. Прятаться водитель мог из-за дозы алкоголя в крови. Для проверки его и останавливают. Документы в порядке и абсолютно трезв. Как оказалось, ни от кого не прятался. Водителем оказался таксист. Просто ждал очередного заказа. Пока рейд проходит без результатов. Также тотальную проверку проводят на площади Московской. Здесь даже не у всех спрашивают документы. Пока водители ждут разрешающего сигнала светофора, справляются о здоровье и самочувствии. На центральных улицах тоже улова нет. Впрочем, здесь сотрудники работают больше для профилактики. Однако водитель под градусом все же попадается. В этом автомобиле ехало трое. Выпили все. В том числе и водитель. Пассажиры отправились на экскурсию в отделение. Извозчика проверяют прямо на месте. Проходи сюда. Подожди, Сережа. Как шарик, ну давайте. Прибор показывает более 0,2 промилле. Уже выше допустимой нормы. Однако сдаваться горе водитель не хочет. Результат отрицает. Протокол подписывать отказывается. К врачу поедем или как? С результатами свидетельствами. Согласны? Слушай, пьяный. Согласны? После машину тоже досматривают. В ней, правда, ничего криминального не обнаруживают. Водителю уже грозит лишение прав и солидный штраф в несколько десятков тысяч рублей. Всего же за одни только выходные в Калуге выявили четверых нетрезвых водителей. А по области и вовсе 30. Впрочем, ловят пьяных и без рейдов. Ну вообще это ежедневно выявляется у нас водитель в нетрезвом состоянии. Но что интересно, что водители, которые недавно получили водительское удостоверение, они не стесняясь садятся за руль и колесят по нашим дорогам. Количество ДТП по вине нетрезвых водителей неуклонно растет. За прошлый год их стало на 40% больше. Уже в каждой 16-й аварии виноват алкоголь. Не пугает ни сумму штрафов, ни тяжесть наказания. Похоже, и к рейдам уже привыкли. Андрей Хорошаин, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Не меньше воздействуют на психику, вредят здоровью и энергетике. О серьезной опасности таких напитков давно говорят врачи и наркологи. С 1 апреля алкогольные запретят продавать в Москве и Подмосковье. Свои законы о запрете или ограничении продажи алкогольных тонизирующих жидкостей уже приняли 10 регионов России, в том числе и наша область. Калуга, одно из первых регионов в России, решила принять подобный закон. Он был принят по инициативе молодежного парламента при законодательном собрании Калужского области. И с июля 2014 года он у нас работает. Он запрещает продажи в принципе в регионе, крозничной продажи алкогольные тонизирующие напитки. Естественно, закон уже вступил в свою силу и показал определенные результаты. Молодежный парламент пристально следил за исполнением этого закона. Он уже проводил рейды, контролирующие закупки. И уже даже выявил подобные нарушения. В частности, в городе Калуга, в одном из гипермаркетов, была обнаружена крупная партия, изъята. Вот сейчас административная комиссия решает вопрос о присуждении крупного штрафа в размере до 200 тысяч рублей. Напомним, ранее сообщалось, что Совет Федерации изучит возможность законодательного запрета слабоалкогольных энергетиков на территории всей страны. Соответствующее поручение было передано ответственным комитетом. Поправка в законе как оружие в борьбе с наркотиками. Формула психоактивного вещества под названием «Спайс» меняется так часто, что его не успевают вносить в список запрещенных. Помогут ли законодательные изменения калужским наркополицейским, выяснил Андрей Хорошавин. Новое оружие получили в свое распоряжение наркополицейские. Оно в определенной степени должно облегчить их работу. Однако речь идет отнюдь не об огнестрельном оружии или каких-то спецсредствах. Дело в новом законе, а вернее в некоторых изменениях. Они уже подписаны президентом и в скором времени начнут действовать. В первую очередь новшества призваны оградить население от так называемых «Спайсов». Для этого создается специальный список. Пополнять реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ будет непосредственно ФСКН. Таким образом, ведомство сможет более оперативно реагировать на появление неизвестных доселе наркотиков. Несмотря на то, что у нас была ответственность за распространение аналогов, но эта ответственность очень трудно реализовывалась, поскольку необходимы были сложные лабораторные исследования. И иногда бывали ситуации, когда наши эксперты, получая на исследование наркотическое вещество, не могли фактически дать заключение, что это вещество является наркотическим, потому что оно не было внесено в списки запрещенных. Предусмотрено уже и наказание за нарушение этого закона. Так, за распространение таких веществ можно получить казенное жилье в колонии сроком до 6 лет. Помимо этого запрещается не только употребление таких новинок, но и их пропаганда. Ситуация же в целом в Калужской области не так плоха. Уровень наркотизации в регионе 288 человек на 100 тысяч населения. А вот в Воронежской области более 700 человек. Между тем, есть куда стремиться. Например, во Владимирской области 160 наркоманов на 100 тысяч. У нас на протяжении последних порядка 80 лет распространенность заболеваний с наркоманией, она действительно ниже, значительно на 20-30 процентов, ниже уровня по Российской Федерации, где-то на 5-10 процентов по ЦФО. Изменения в законе вступят в силу в ближайшее время. Сотрудники наркоконтроля уже приступили к изучению нового оружия в их арсенале. Как же эта мера повлияет на наркоситуацию в регионе и в стране в целом, станет ясно в течение этого года. Андрей Хорошавин, Андрей Сомов, телекомпания НИК-ТВ. Отличная альтернатива пагубным привычкам – это спорт. В субботу страна отметила Всероссийский день зимних видов спорта. Ровно год назад начались зимние Олимпийские игры в Сочи, первые в истории нашего государства. Российская сборная триумфально закончила соревнования, заняв первое место в общекомандном зачете и обогнав своих главных соперников из Канады, Норвегии, США. Прошел всего один год. А ведь кажется, что зимняя сказка в Сочи началась буквально несколько дней назад. Весь мир наблюдал за великолепными зимними играми в нашей стране. А развязка соревнований, когда россияне вырвали победу в общекомандном зачете у своих основных соперников, вполне возможно, в будущем станет сюжетом для фильма разряда «Легенда номер 17». Ведь Олимпийские победы сплотили всю страну. За прошедший год объекты после Олимпийского наследия работали со стопроцентной нагрузкой, склоны, на которых перед играми катался президент Владимир Путин. Сейчас принимают сотни тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа. Калужский горнолыжный комплекс не такой грандиозный, как в Сочи, но для занятий спорта подходит идеально. Глава региона проводит здесь выходные не так часто, как хотел бы, но лыжню России вместе с супругой пропустить не смог. Хороший спорт, он такой, знаете, объединяющий, разгружает не только, не только укрепляет человека физически, но и разгружает голову. Это тот спорт, где особенно, ну, как говорится, не приходится. На обычных лыжах беговых я тоже иногда хожу, но там думаешь о чем-то, идешь, опять продолжаешь. Здесь чаще всего думать надо о том, как благополучно спуститься. В отличие от прошлого года лыжня России в нашем регионе прошла, пусть и в усеченном варианте, в Орленке на дистанцию вышли тысячи спортсменов, в том числе и профессиональные лыжники. Это не только праздник души и тела. Это люди показывают свою приверженность здоровому образу жизни, физкультуре, спорту, позитиву. Это очень важно. И самое главное, какая атмосфера царит на таких праздниках. Все доброжелательно, улыбаются, смеются. Поэтому очень хорошо. Олимпийские игры в Сочи стали катализатором для развития массового спорта в России. А школы, которые специализируются на подготовке профессионалов в зимних видах спорта, получили небывалый набор. И уже сейчас понятно, что ванкуверская катастрофа в ближайшие десятилетия не повторится. Символично, что в дни празднования зимних видов спорта 16-летняя калужанка Майя Якунина после великолепного выступления на Олимпийском фестивале в Лихенштейне выигрывала спартакиаду школьников России. Сергей Романов, Николай Егоров, Андрей Сомов, телекомпания НИКОТВ. К другим темам. Два калужских социальных учреждения получат средства из резервного фонда президента. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Согласно документу, деньги пойдут на капитальный ремонт зданий Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов и полотенок заводского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Как там планируют распорядиться деньгами, узнала наша съемочная группа. Какая первая цифра? Один. Покажите цифру один. Один. Здесь формируют группы не по возрасту, а по способностям. Главная задача педагогов не столько дать знания, сколько научить жить в обществе. Среди миллионов способов есть один беспроигрышный – совместное творчество. Дети здесь лепят, занимаются квилингом, но особо поражают храмы, которые они выполняют в технике оригами. Андрей – один из тех, кто совершил прорыв в развитии. Совсем скоро ему предстоит отправиться во взрослую жизнь. Поэтому сегодня он старается успеть как можно больше. Ну, если большая работа, то человек 7-10. Вот так вот. Если не особо большая, то человека 3-4 хватает. А тебе нравится этим заниматься? Ну, мне нравится скручивать. Не помешало бы и собирать бы. Ну, я, конечно, собираю это, ну, что мне нравится. Эти дети пришли в мир уже с диагнозами, но от этого не перестают быть личностями. Учителя научились понимать их по одному взгляду и стараются сделать все, чтобы они жили с удовольствием. Они поют, танцуют, рисуют. Создана даже театральная студия. Мы очень много выступаем, участвуем в конкурсах. Сегодня здесь учатся 145 детей, у половины из них нет родителей. Поэтому поддержка общества и государства особенно важна. Новость о том, что интернат попал под президентскую программу, была очень кстати. Здесь давно назрела проблема. Фасад здания потрескался и пропускал холод. Все проекты, все документы уже утверждены. И как бы есть приказ, соответственно, деньги пойдут. Мы имеем право уже объявлять аукцион по выполнению работ по капитальному ремонту. Теперь у педагогов осталась всего одна мечта. Небольшой автобус, на котором они могли бы путешествовать с воспитанниками. Он стоит в половину дешевле фасада. Ирина Сидорова, Анастасия Юрко, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. В Новослободском доме-интернате, где проживают одинокие старики и инвалиды, тоже решили потратить средства от президента на утепление фасада. История с продолжением. В своих выпусках мы рассказывали о влюбленных из Сафоновского интерната. Подростки готовились стать родителями. Но чтобы не расстаться со своим ребенком после родов, им необходимо было найти родителей себе. Пару захотела взять под опеку жительница Юхновского района Юлия Жемчужникова. Но получила отказ от органов опеки. Однако настойчивость женщины в итоге изменила судьбу всех героев этой истории. Крохе по имени Софейка нет еще и месяца. Но она уже с удовольствием позирует журналистам. Сам факт появления этого ребенка на свет вызвал волну обсуждений в обществе. Главным образом потому, что ее мама и папа – 15-летние воспитанники интерната. Полина и Олег услышали много неприятных реплик в свой адрес. Но решение приняли твердо и сразу. Сначала в роддом, затем под венец. Тогда в это верилось трудом. Новорожденного по всем правилам должны были поместить в дом малютки и вернуть родителям, когда они повзрослеют. Жительница Юхновского района Юлия Жемчужникова узнала их историю и сразу почувствовала – надо помочь. Девочка – это Полина. Она говорит пароли мои, что любовь для нее главная, что она не хочет с ребенком расставаться, что для нее другое не важно, а вот важно вот это. Дальше с ней разговариваю, она другие какие-то говорит пароли мои. И парень, в общем, тоже. Конечно, у меня с девочкой больше контакта. С ним надо так вот ближе. Поэтому мои дети. Но органы опеки Юхновского района Жемчужниковы в попечительстве отказали. Причина – плохие жилищные условия. Эти жилые помещения, они не зарегистрированы как жилые. Как не зарегистрированы. А еще удаленность от центра. Малолетний ребенок не может получать ни медицинскую помощь, такую, какую положено. Жемчужникова пыталась оспорить это решение. Доказать, что когда речь идет о сохранении семьи, можно закрыть глаза на некоторые формальности. С пылу даже объявила голодовку. Но когда поняла, что это безуспешно, пошла окольным путем. Начала оформлять документы в Москве, где у нее четырехкомнатная квартира. В итоге ее настойчивость сотворила чудо. Полину и Олега, а также их новорожденного ребенка отдали под опеку Жемчужников. Оформив необходимые документы, они снова вернулись в Куновку. 15-летний Олег учится быть отцом. Бутылочки, детские смеси, кормежка. Парень говорит, что для него все новое и неожиданно. Но он не сомневается, что они с Полиной справятся. Тем более, у них есть теперь Юля и много новых друзей. Полина говорит, что уже успела адаптироваться. Теперь главное – расставить приоритеты. Выучиться, вырастить ребенка и дальше пойти учиться на кого-либо. Отучиться, начать работать, поднять ребенка в детский сад сначала, потом в школу. К сожалению, в юхновские школы Полину и Олега не берут. Говорят, им положено учиться там, где оформлена опека, то есть в Москве. Но в пыльную столицу ребят особо не тянет. Юлия в свое время намеренно уехала оттуда, чтобы быть со своими детьми на лоне природы, а не разменивать жизнь на метро и беготню. Мне кажется, больше и для ребенка лучше тут воспитаться. Потому что в Москве там не очень хороший климат. В Куновке – раздолье. Здесь есть лошадь, корова. Взрослые Юлины дети разъехались, а у младших полная свобода для творчества. 18-летний Арсений сам построил дом и в нем живет. На первом этаже планируют сделать еще и баню. Давид имеет свою берлогу, которую называют студией и в ней читают рэп. Родная дочь Юли, кстати, тоже Полина. С удовольствием возится с маленькой Софией. В этой семье каждый имеет свои обязанности и умеет преодолевать трудности. Но главное – верят в чудо и знают, что за него нужно бороться. Олег и Полина надеются, что их примут в одну из местных школ, и они докажут. Рождение ребенка – не преграда, а огромный стимул. Анастасия Юрко, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ. Вместе веселее и не только людям. Ученые из Лозановского университета выяснили, что одиночество смертельно для муравьев. Изучали ближневосточных муравьев. В процессе насекомых разделили на три группы. В первой было 10 подопытных, во второй – двое, и в третьей – лишь один. Выяснилось, что муравьи из дружной десятки прожили в среднем 66 дней. В то же время как одинокий муравей умер уже через шесть. Специалисты сделали вывод, что все группы муравей, вне группы муравей, двигаются больше и хаотичнее. Поэтому их жизненные силы растрачиваются гораздо быстрее. На этом у меня все. Я хочу сказать хороших вам новостей. И до встречи на телеканале НИКО. Субтитры подогнал «Симон»!